Среди тех, кто может лишиться неприкосновенности, сразу несколько радикалов. Кого и в чем подозревают? В короткой справке. Помощника народного депутата, радикала Алексея Кириченко, Алексея Бевзюка, генпрокуратура подозревает в мошенничестве. По данным правоохранителей, он требовал у одного из интернет-изданий 200 тысяч гривен за покровительство. Сейчас дело передали в суд. Олег Ляшков в своем фейсбуке заявил, обвинение в адрес Бевзюка политзаказ, но от какого-либо заступничества сразу открестился. Сам Бевзюк пока на свободе, за него поручились другие однопартийцы. У радикалов в последнее время как-то не складывается с правоохранителями. В начале в СИЗО два месяца провел Игорь Майсичук. Его подозревали в преступлениях сразу по пяти статьям. Взяточничество, хулиганство, вмешательство в деятельность судебных органов и угрозы судья. Потом в возможном коррупционном скандале засветился Андрей Лазовой. Его обвиняют в неуплате налогов на сумму почти 2 миллиона гривен. Впрочем, как считают эксперты, и на этот раз Ляшко, что называется, удастся выйти сухим из воды. Почему? Вот как объясняют политологи. Никто не ставил вопрос о политической ответственности господина Ляшко, которому попали такие сомнительные кадры. В случае парламентских выборов, в случае президентских выборов, он позволит минусовать Юлию Владимировну и ее партию. В то же время и сам главный радикал попал под прицел следователей. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов. После того, как журналисты выяснили, что у Ляшко шикарный особняк в элитном районе под Киевом. Откуда деньги на такое роскошное жилье, он не пояснил. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова